Людмила Еремина, помощник депутата Московской городской думы, экс-кандидат депутата Московской городской думы, член Коммунистической партии Российской Федерации, член правления ВЖС. Я хочу рассказать, помимо поправки в Конституцию, по обнулению сроков Путина и его бесконечному правлению, у нас вводится система и организация публичной власти в стране. То есть конституционный переворот. Что такое публичная власть? Читаю прямо из советской энциклопедии. Публичная власть – это политическая власть господствующего класса, основные функции подчинения, в том числе подавление и сопротивление других классов. По сути своей, это диктатура эксплуатирующего класса, орудий эксплуатации трудящихся. Аппарат публичной власти состоит из вооруженных сил, разведки и аппарата управления. Публичная власть, эксплуататорские государства отчуждены от общества и содержатся за счет трудящихся. То есть с учетом закона о полиции мы становимся рабами. Вот что происходит с введением публичной власти в нашей стране с поправками в Конституцию. Еще две поправки, которые опасны для людей. Какие? Ну, это, по сути, узаконивается ювенальная юстиция, 67-ю статью изменений в Конституцию, когда смогут отбирать детей. Так как дети являются достоянием государства, там об этом пишется не семья, а дети. И в 71-ю статью это тотальная оцифровка, слежка и сбор генетических данных, то есть управление нами. В общем, это то, к чему стремился Гитлер. Теперь вот у нас реализовывают. Понятно.